Йо кабаны, с вами Макс пояснит. В этом ролике мы посмотрим свежий клип Сикс Найна, выясним во что он одет и сколько все это стоит. Погнали! Напомню, своим клипом на сингл под названием Губа или Губа, Сикс Найн побил рекорд по просмотрам. За сутки его посмотрели аж 40 миллионов пользователей на ютуб. Что ж, неплохо для клипа, снятого на заднем дворе, согласитесь. Кстати, прежний рекорд по просмотрам за сутки принадлежал старичку Эминему и его треку Киллшот. Но это так, чтобы вы были в курсе. Окей, приступим к шмоткам. За весь клип Скитлз поменял всего два аутфита. Вот первый, вот второй. Самым дорогим айтемом из первого является пуховик от Бербери, стоимость которого составляет приблизительно 2100 баксов. Это равняется примерно 7 поддержанным копейкам. Дальше идет обычный черный костюм от бренда G-Star, общая стоимость которого составляет 250 баксов. Ну а на ногах у шестерки обычные белые форсы, средняя стоимость которых примерно сотня баксов. Да, это он, кстати, по моему совету их прикупил. Не верите? Зайдите в мой инстаграм. Вот он, Макс Пояснит. У меня там есть целый пост про Эйрфорсы. В нем я объясняю, почему это лучшие кроссы на планете Земля. Скорее всего, Даниэль его прочитал и сделал свой выбор. Что касается ЛГБТ-зонта, то скорее всего он делался на заказ либо каким-то малоизвестным брендом, ибо информации о нем мне найти не удалось. Но нечто похожее я все же нашел на Алике, где он не стоит даже доллара. Поэтому, если не боитесь ходить с таким по России, можете смело себе заказывать. Но и вишенкой на торте, безусловно, является цепь артиста в виде акулы, стоимость которой составляет примерно 800 тысяч долларов. Эх, а ведь за эти деньги можно купить целых 30 зерноуборочных комбайнов. Где-то в мире плачет один пельмень. Итак, следующий лук, как правило, начинаем с самого жирного айтема, а именно с жилетки от Монклер, стоимость которой составляет примерно баксов 800, что на минуточку позволило бы вам купить примерно 40 килограмм вкуснейшего мяса форели. Ммм, люблю это дело. Окей, желтые штаны и худи являются мерчом самого ТК-ши и стоят в сумме приблизительно 100 баксов. Ну и на ногах мои любимые педали из премиум сегмента. Кроссы от Версачи по имени Chain Reaction, стоимость которых на 100 иксе в среднем 1000 баксов. Я тоже себе хочу такие, только черные, в них попрактичнее будет. Эх, мечты-мечты. Так вот, по итогу мы имеем следующее. Общая сумма, на которую был одет ТК-ши в клипе Губа, составила 805 тысяч долларов. Да, конечно, основную сумму потянула ювелирка, но так или иначе, одежда и кроссы тоже не были дешевыми. Что ж, пишите в комментах, что думаете по данному поводу, на что бы вы лучше потратили все эти деньги и как вообще вы относитесь к Сикс Найну как к человеку. Ну и если на ролике соберется хотя бы 15 тысяч лайков, я, возможно, сделаю эту рубрику постоянной. Всем пис!